Вспениватель молока, он же капучинатор, устройство интересное, поэтому рассмотрим его поближе и поймем, как оно работает, есть ли существенная разница в конструкции и возможностях, как при помощи вспенивателя приготовить вкусные напитки и по каким рецептам. Будем разбираться. Погружной капучинатор – это вот такой ручной прибор со спиралью на ножке и кнопкой на ручке. Работает от пары батареек 2А. Ручка обычная из нескользящего пластика, а ножка со спиралью для вспенивания из металла. Само устройство небольшого размера и по весу примерно как кухонный нож. У такого капучинатора нет сложных режимов. Управление проще некуда. Нажимаем на кнопку и держим, пока не вспенит. Стационарный капучинатор или вспениватель кувшин – это вот такой прибор. Состоит из кувшина и подставки. Работает от сети. На корпусе обычно одна кнопка, но не обязательно один режим. Стационарные капучинаторы умеют не только вспенивать, но и смешивать. Спираль вращается медленнее. И даже нагревать. С нагревом аккуратнее. Нагревается не только жидкость, но и поверхность устройства. Температуры не запредельные, но ощутимые. Используйте ручку. Внутри находится такая же спираль, как на погружном вспенивателе. На стенках кувшина – антипригарное покрытие. Внешняя часть кувшина сделана из пластмассы или металла. А есть вот такие цельнометаллические. Это, кстати, индукционный вспениватель. Кувшин ставится вот на такой моторный блок. Еще и кнопка сенсорная. Как этими молочными взбивателями пользоваться? Нужно молоко. Рекомендуемая производителями жирность 2,5 или 3,5%. Для ручных моделей понадобится стакан. Наполняем его наполовину, не больше, иначе пена перельется. Спираль погружаем в молоко не меньше, чем на сантиметр, чтобы она не забрызгала все вокруг. И включаем. На вспенивание половины стакана молока потребовалось примерно минута. Пена получилась мелкопористой и воздушной. Теперь кувшинные модели. С ними немного удобнее. На кувшине есть специальные отметки. Повыше предел для смешивания, пониже для вспенивания. Для надежности прикрываем крышкой, чтобы все осталось внутри. И включаем вспенивание. Причем держать кнопку не надо, капучинатор остановится автоматически. Со смешиванием молока, например, с какао, такие вспениватели тоже справятся. Только нужно сначала налить молоко, а потом засыпать какао, чтобы спираль не забилась порошком. Да, в капучинатор можно добавлять всякое разное и готовить интересные напитки. Начнем с рецепта домашнего капучина. Для этого нужно взбить и одновременно подогреть молоко. Вспениватель кувшин с этим легко справится. А для погружного вспенивателя придется сначала как-то нагреть молоко в сотейнике или микроволновке, только после этого вспенить. А за это время молоко уже может остыть. Переливаем в стакан и осторожно заливаем туда кофе. Получился вот такой домашний капучино. А если перевернуть рецепт, то получится корейский кофе. Для этого нужно засыпать в кувшин по 2 столовые ложки кофе, сахара и воды. Включаем на вспенивание без нагрева и ждем. Получилась вот такая кофейная пенка, которую нужно залить сверху молока. Можно воспользоваться для этого ложкой. Получается очень крепкий, но при этом молочный напиток. Ручным капучинатором тоже можно справиться, пробивая все ингредиенты в миске. Ну и самый простой рецепт – горячий шоколад. Для него потребуется молоко и измельченный молочный шоколад. Заливаем и засыпаем все в кувшин. Включаем режим с подогреванием и вспениванием. Получается вот такой напиток. С рецептами наигрались, напитки готовы, а как теперь отмыть вспениватели? Здесь проще всего с погружными. Промываем ножку и спираль в теплой воде. Главное не мочить ручку, чтобы вода не попала вовнутрь. Лучше протереть влажной салфеткой. С кувшинным сложнее. Его можно промывать только внутри и губкой туда лучше не лезть, чтобы не повредить спираль, если, конечно, она несъемная. А если молоко или шоколад присохли, то наполните кувшин горячей водой с моющим средством и дайте постоять несколько часов. После этого промойте под проточной водой. Главное не мочите кувшин с внешней стороны, чтобы не залить контроллер. А вот такой индукционный кувшин можно промыть со всех сторон. Главное перед использованием, его просушить. С помощью капучинатора можно взбивать молоко и создавать интересные напитки. От капучино до горячего шоколада и молочных коктейлей с сиропом. Кувшинные модели с подогревом и смешиванием более универсальны, а ручные легче мыть и хранить. Выбирайте, что удобнее. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok